Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире очередные кандидаты в выборах 2018 года Национального собрания Республики Западной Армении. «Хайреник» — официальная газета Республики Западной Армении. «Вышла в свет книга «Голос тишины», — говорят армянники Сарии. Заместители глав МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Сирии и Йемене, о чем Лавров еще раз предупредил Ереван. «Турция стягивает военную технику к сирийской границе», — сообщили СМИ. Вача Копян выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах Национального собрания Западной Армении 2018 года. Следует отметить, что выдвижение кандидатов в Национальное собрание Республики Западной Армении этого года началось 1 февраля 2018 года и состоялась церемония подписания мандатов на пост депутата. Кандидат должен представить свою автобиографию, краткую программу и квалификационный сертификат. Национальное собрание Республики Западной Армении, парламент, состоит из граждан Республики Западной Армении. Наличие паспорта гражданина Западной Армении является обязательным для кандидата. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно представить как минимум 200 подписей граждан Западной Армской Республики. Добавим, что еще одним кандидатом в выборах 2018 года Национального собрания Республики Западной Армении стал Володя Аветисян. Для получения дополнительной информации об условиях участия в выборах вы можете ознакомиться на официальном сайте телеканала Западной Армении. 3 сентября вышел в свет третий номер официальной ежемесячной газеты Республики Западной Армении. Газета должна периодически выпускаться в начале каждого месяца на западно-армянском языке. В ближайшем будущем должны быть сделаны публикации также на турецком и английском языках. Фонд Гранд Динк опубликовал книгу «Голос тишины», говорят армяне Кесарии. Согласно данным, нашедшим свое место в книге, до Первой мировой войны в Кесарии проживало 52 тысячи армян. Больше всего армян было в Эверик-Фенесе – 15 тысяч армян. В Талосе жило около 4700 армян. Согласно данным переписи 1927 года в Кесарии было 1978 армян. В 1932 году там жило 1600 армян, а в 1960 – 800. В настоящее время в Кесарии нет армянских христианских семей, а число криптоармян и исламизированных кесарцев по сей день недоступно для масс. Отмечается, что большинство эмигрировавших кесарских армян в Стамбул впервые поселились в районе Саматья, а затем в стамбульском Шишли, Беоглу, Бакиркёй, Скютар и других районах. После геноцида также было конфисковано имущество армян Кесарии. Люди, у которых появилась возможность вернуться позже в родные места, увидели, что их дома стали служить в качестве пастбищ. Напомним, что ранее издательский дом фонда «Гранд Динг» также упубликовал книги «Говорят армяне Диар Бакира», «Говорят армяне Анкары» и «Говорят армяне Измита». Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин со своим иранским коллегой Галям Хосейном Декхани в Москве в кулуарах конференции противодействия незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом, обсудил последние события в Сирии и Йемене. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства. Стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня, включая положения в Сирии, Йемене и Ближневосточном регионе в целом, информировали в МИД РФ. Вчера заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Олег Сыромолотов рассказал о снабжении террористов в Сирии современным вооружением через подставные компании и третьи страны. Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут 8 сентября переговоры в Москве. Напомним, что 14 мая в Сочи в рамках саммита глав стран Евразийского экономического союза состоялась первая встреча Путина и Пашиняна. Следующая прошла 13 июня в Москве, когда армянский премьер по приглашению российского президента посетил церемонию открытия Чемпионата мира по футболу. Так что диалог между Москвой и Ереваном развивается интенсивно, но специфично. Об этом говорил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая перед первокурсниками МГИМО. «Думаю, что нам будет важно услышать, как сам новый лидер Армении оценивает перспективы развития ситуации в его стране», — подчеркнул Лавров. «Нам, конечно же, совершенно не безразлично, как в этой ситуации выглядят обязательства Армении перед ОДКБ. Мы исходим из того, что эти обязательства действуют, их нужно в полной мере выполнять, в том числе в том, что касается укрепления репутации и престижа нашей общей организации». Также глава российского МИД отметил, что Москва не вмешивалась в процесс смены власти в Армении, в отличие от некоторых других стран. Действительно, новые власти в Ереване, заявляя о продолжающейся революции, начав сводить счеты с недавней истории, создали определенный вакуум в выстраивании конструктивных отношений с Москвой. Хотя заявлений с их стороны о продолжении стратегического партнерства с Россией было предостаточно, а в итоге, возможно, что и не случайно, этот вакуум заполнил Азербайджан. Состоявшиеся недавно переговоры в Сочи между Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым оказались как никогда продуктивными. Было подписано 16 документов, касающихся расширения сотрудничества между двумя странами в самых разных сферах – экономики, энергетики, военно-технического направления и гуманитарных отношений. Однако вовсе не армянскую карту разыгрывает при этом Москва. Напротив, идея расширить сотрудничество с Баку, есть со стороны России упреждение стремления определенных кругов в Азербайджане воспользоваться ситуацией в Армении, вновь прибегнуть к силовому решению Нагорно-Карабахского конфликта, что будет чревато немалыми рисками в геополитическом и региональном контексте. Нужно отдать должное Алиеву. Он отказался переступать красную черту. По всем признакам, эта проблема сейчас выведена за скобки российско-армянских отношений, хотя ранее Пашинян выступал с интригующим предложением по вопросу карабахского урегулирования, предлагал вернуть Степана Керт за стол переговоров, но после отступления от своих слов. Не было премьеры ныне и на праздновании Дня независимости Республики Арцах, хотя он направил подзоровительное послание. В Москве никто не делает секреты из того, что Армения входит в круг российских интересов, в том числе в рамках форматов ОДКБ и Евразийского экономического союза. До сих пор отношения между двумя странами оказывали большое влияние на процессы, происходящие в регионе. Но все может резко измениться, и на карабахском направлении тоже. Вот почему предстоящий диалог между Путиным и Пашиняном обещает быть нелегким, возможно, даже жестким. Намеки Лаврова в этом отношении более чем прозрачны. Турецкие военные перебрасывают технику к сирийской границе в приграничной провинции Килис, опасаясь новой волны беженцев из-за возможной военной операции в сирийском Идлибе, сообщает во вторник газета «Хариет». Передает Армен Пресс со ссылкой на Рея новости. Отмечается, что через Килис и в направлении населенного пункта Эль-Бейли на сирийской границе утром во вторник проследовали 8 транспортных средств, перевозящих танки и гаубицы. По информации военного источника газеты, переброска техники осуществляется в рамках мер безопасности по отношению к группировке, дислоцированной на сирийской стороне границы. Танки М-60 были направлены к границе в рамках плана по сдерживанию новой волны беженцев, которую турецкие власти ожидают в случае наступления правительственных войск Сирии на Идлиб. Сообщается, что Турция также расширила лагерь беженцев Атме на сирийской стороне границы и укрепила свои 12 наблюдательных пунктов по контролю за зоной ДС локации в Идлибе в преддверии возможной военной операции в этом регионе. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию танец Алашкерты Кочари в исполнении ансамбля «Каринь». Турция Кочари в исполнении ансамбля «Каринь» Турция Кочари в исполнении ансамбля «Каринь» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западной Армении». Оставайтесь с миром!